Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи, обзор рынков аналитики Arum Capital. И с нами сегодня аналитик компании Arum Capital Владислав Воробьев. Владислав, приветствуем вас! Здравствуйте, друзья! Всем доброе утро, день, вечер, как обычно по традиции, в зависимости от вашего часового пояса. Я рад вас всех приветствовать. Вот и наступил четверг, 31 декабря. Нет, января все-таки. А это говорит нам о многом. Во-первых, сразу забегая вперед, хочется про день завтрашний напомнить. Завтра, друзья, пятница. Это первая пятница месяца нового. А значит, вы знаете, что делать. Завтра будут нонфармы. Я, как всегда, заранее об этом сообщаю. Ну, конечно, завтра об этом еще поговорим с утра. Ну, а теперь давайте начинать. Вчера действительно был такой боевой день. Узнаем, есть ли жизнь после решений Федрезерва. А вот и комментарии, которые были сделаны. И поговорим немножко о том, что же у нас на рынке сейчас происходит. И где тут есть возможность свой кусочек пирога отрезать и унести домой. Но для начала несколько слов об Arum Capital. Вспомним, что это международный брокер с лицензией от SaySack по номерам 323.17. Также напоминаю, что торговля с Arum Capital 100% на e-book. Ваши сделки всегда перекрываются на реальном рынке. При этом метод заключения, степи и маркет экзекюшен. Хотелось бы также отметить, что торгуя с нами, вас ждет целый ряд преимуществ. Здесь и исполнение ордеров по лучшим ценам. И максимально возможные узкие рыночные спреды. Полная прозрачность торгового процесса. И, конечно же, отсутствие конфликта интересов между трейдером и брокером. Напоминаю также, что вся информация, которую мы рассматриваем, носит прогнозный характер. Не является рекомендацией купли или продажи финансовых активов, а доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Ну, а я продолжаю делиться с вами своей точкой зрения. Не настаиваю на том, что это истина в последней инстанции. И конечное решение, друзья, всегда остается за вами. Ну, потому что вы его принимаете на вашем торговом счете, а не на моем. Также напоминаю, что в работе у нас 30-минутный таймфрейм, то есть основной интервал графика полчаса. Есть у нас две скользящих, обе экспоненциальные. Одна спиридом 12, вторая спиридом 48. Их пересечения продолжают давать нам сигналы купли и продажи. Не забываем также про индикаторы MACD с классическими параметрами 12, 26, 9. Прошу прощения. И занимаемся поиском дивергенций. На вершине рынка, например, в левой части графика, на дне рынка в центральной части графика. Ну и также не забываем смотреть на пересечение нулевой линии. Это дополнительный сигнал смены направления тенденции. Конечно, основной упор мы продолжаем делать на графику, уровни, линии, тренды, в том числе и FIBA уровня. FIBA, как всегда, прикладываем на законченные трендовые движения с целью найти коррекции. Наиболее вероятные, как вы помните, 38,2% и 61,8% соответственно. Помним мы с вами также и про фигуры. Треугольники, кратные вершины и основания, вымпелы, флаги, клинья, ромбы, прямоугольники, головы и плечи. Кастрюли, они же блются и тому подобное. И ценовые каналы. У нас тоже всегда на графиках присутствуют. Так или иначе, дают нам ориентиры для принятия торговых решений. И, в принципе, канал наравне с треугольником. Самая частая фигура, которая появляется. Не забываем мы с вами также и про новостной фон. Хотя, конечно, самое важное завтра нас ждет. Это non-farm payrolls. Но, тем не менее, сегодня тоже будет на что глянуть краем глаза. И вполне возможно, что-то даже произойдет. Расходы на личное потребление, он же базовый ценовой индекс, по штатам, публикуются в 16.30 сегодня. Если честно, я бы от этой новости ничего эпического не ждал. Хотя календари позиционируют ее как новость важную. И данные не предварительные. Но я как-то сильно сомневаюсь, что она окажет серьезное влияние. Впрочем, как обычно с этой новостью. На всякий случай выделяю ее. Потому что многие календари позиционируют ее как очень-очень важную. Но в итоге, как правило, мало что с долларом происходит. Также, друзья, обращаю ваше внимание, что в 16.30, это не опечатка, в одно и то же время по Канаде выходит ВВП. А вот это уже интересней, друзья. ВВП выходят данные за ноябрь. И канадский доллар у нас вчера сильно укрепился. Ну, в принципе, как и все против доллара укрепилось. Так, собственно говоря, и канадец у нас побежал. Что делать, собственно говоря, с канадским долларом? Ну, друзья, надо посмотреть, какие данные по ВВП выйдут. Ожидают, что хуже, чем были. И если это случится, то мы можем увидеть веточку удешевления. То есть движение валютной пары доллар-канадец вверх. И замыкаем мы все это безобразие. В 18.30 изменение запасов газа от EIA. Я, если честно, не верю, что труп можно реанимировать. А график натурального газа напоминает именно такое состояние рынка. То есть там даже не сон, это просто мертвец. Никто никуда не двигается. Мы стоим в очень узком диапазоне и прямо на цели нашего профита. Поэтому, друзья, тут что ни день, можно фиксировать ту прибыль, которую мы еще зафиксировали с вами 3 дня назад. Ну, вот так вот получается. Я хотел бы, конечно, верить, что данные по запасам что-то изменят. Но будем смотреть по факту. То есть реакция обязательно будет какая-то. Вот будет она сильной или слабой, будем посмотреть. В любом случае, мы вне рынка, поэтому данные по запасу газа нас сильно беспокоить не должны. А кто будет перед новостью покупать, ну, учитывайте то, ну, или продавать. Учитывайте то, что это чистая лотерея. То есть, как бы, вы пытаетесь угадать, какое выйдет значение, а не действуете по факту. Поэтому не лучший вариант. Ну, а теперь давайте переходить к нашему торговому набору. Валютные пары, банковские металлы, фондовые индексы, энергоносители. Потом криптовалюты, как обычно. И в конце инструменты по вашим заявкам. Ну, друзья, все, что вчера произошло с Федрезервом, коснулось абсолютно всего. Тенденции переломились очень много где. И очень многие активы обновили максимумы. В результате доллар продолжил свое снижение. Первую половину дня евро у нас корректировалось вниз. И потом, друзья, решение Федрезерва переломило все. Ну, ставку-то не поменяли. Вот, но комментарии, которые были сделаны, были достаточно жесткими. И понеслась, что называется. Что касается текущей ситуации. Ну, вот, примерно так и живем. Вот, по скользящим у нас, ну, вроде как сигнал на рост, по индикатору тоже. Но вот такой вот канал нарисовался. И обратите внимание, что мы стучимся в его верхнюю границу. То есть на текущем этапе, ну, как бы не лучшая идея здесь принимать какие-то решения. Куда мы можем запрыгнуть, где мы получим разворот или коррекцию, пока не ясно. Движение вчера было по классике, так, двумя кусками. И потом корректировались в азиатскую сессию. Кстати, тенденцию продолжили и максимум обновили. Сейчас уже Европа пришла. Как видите, тоже начался такой, ну, небольшой расколбас. Назовем его так. Вверх-вниз пытаются понять, куда же торговать. После вчерашних бурных событий. Я считаю, что лучше сидеть вне рынка. Если вчера кто-то покупал из вас, вы большие молодцы. Результаты, я думаю, отличные. Если были вне рынка, то, в принципе, тоже ничего страшного не произошло. Едем дальше. Британский фунт. Ну, первую половину дня все шло неплохо. Это действительно было так. Но впоследствии, как видите, все поменялось в худшую сторону. Во-первых, пробой. Мы пошли наверх. Прямо к 31.10. В результате, если у вас стоял стоп в обязательном порядке, он был достигнут, если вы пытались продавать. После этого скорректировались где-то наполовину. И на федрезерве выстроили. И я, опять же, не удивлюсь, если фунт в ближайшее время максимумы обновит. Короче, на фунте, знаете, больше не прогноз, а такой поток эмоций, назовем это так. Я предлагаю фунт не трогать. Особенно, если вчера выбило по стопу. И просто понаблюдать, как мы сегодня будем торговаться. А если у вас там были покупки, например, открыты, ну, я не знаю, может, перед федрезервом вы купили, подозревая о том, что случится, потому что, друзья, если честно, я потом полез читать после вчерашнего окончания нашей встречи, ну, все ждали жестких комментариев. И все ждали, что доллар подешевеет. То есть, как бы, ну, информация была полностью в открытом доступе, поэтому я не отрицаю варианта того, что все, кто по новостям торгуют и все, кто умеют читать, вчера могли на этом заработать. То есть, это, как бы, было достаточно просто, можно даже, наверное, так сказать. Вот такие дела. Но если же все-таки были продажи по технике, флаг не удался и стоп-лосс у нас по фунту в активе. Что сейчас? Скользящие в покупках и мы сидим в покупках, фигур особо не наблюдается. Такие вот дела. Едем дальше. Доллар-франк. На волне этого успеха, это не иначе, как успех. Я имею в виду, до того, как ФРС начала давать комментарии, мы прямо в паритет уперлись. Ну, практически. Там не хватило два пункта. И оттуда уже началась коррекция, собственно говоря. Франк начал укрепляться на волне всеобщего успеха. Я не знаю, заработали вы на этом или нет. Как вы помните, я по франку был сторонник того, чтобы сидеть вне рынка. И, опять же, паритет меня всегда пугал, пугает и будет пугать. Да, я, друзья, боюсь паритета. Это мой ночной кошмар. Потому что знаю, что цена ведет себя там не совсем предсказуемо. Обратите внимание, что ровно ширину канала мы не отработали. Отработали где-то 90% и оттуда скорректировались. Поэтому получить прибыль можно было только при условии, что вы решили закрыться раньше. То есть вам хватило там этих четырех часов ожидания и топтания на месте, чтобы принять решение перед Федрезервом, чтобы закрываться. В противном случае говорить здесь о какой-то прибыли, мягко говоря, неправильно. И даже если вы не закрыли покупку и ставили стоп-лосс по правилам за среднюю линию канала, то вот-вот этот стоп-лосс сработает. То есть как бы сейчас мы вполне можем получить еще ветку укрепления по франку вниз. Ну, опять же, на фоне вчерашних событий. Вот такие вот дела со швейцарским франком. В общем, ну, скажем так, я считаю, что я был прав. Прав в чем? В том, что не надо франком торговать. Во-первых, близость паритета, во-вторых, Федрезерв, как видите, сломил существующую тенденцию, и мы с вами и в канал опять вернулись, и все. Правда, конечно, при таком раскладе вы ничего не заработали и ничего не потеряли, но это тоже не худший вариант. Если честно, больше всего вчера я поражался иене, потому что наблюдал вот это движение вживую. Укрепление иены даже было ощутимее, чем укрепление фунта, что, в принципе, бывает достаточно редко. В результате чего даже кросс-курс фунт иена не устоял. Конечно, его пошвыряло в разные стороны, но, тем не менее, он умудрился даже минимумы обновить. То есть вчера иена была таким драйвером процесса на кросс-курсах, и более того, сегодня, как вы видите, иена продолжает свое победоносное движение вниз. Но то, что происходило перед этим, это, конечно, тихий ужас и кошмар. Ладно, там Федрезерв, понятно, фундаментальный фактор, все ясно, влияние оказать может и оказал, но вот это, это просто за гранью добра и зла. Мало того, что мы три дня пытались понять, пробой это или все-таки отбой от границы, еще и, собственно говоря, прямо перед заседанием явно кто-то решил нажиться на тех, кто не понимает или не понимал, что будет происходить. Происходить вполне вероятно, когда начнется пресс-конференция и поступят первые комментарии. Мы долетели просто до средней линии канала, причем сделали это бодро так, и откатываться начали за 3-4 часа до принятия решений там всяких и комментариев. В общем, по иене тоже считаю, что был прав. Лучше было не торговать. Не знаю, получилось ли у кого-то здесь заработать, но вчера такой интересный день был. Ни много, ни мало. Едем дальше. Следующий наш инструмент – это золото. Ну, здесь как бы обсуждать нечего. То есть, понятное дело, после комментариев мы обновили хаи локальные и в результате пришли на 1223 чего-то там. Кстати, то, что я вам сейчас показываю, устарело, потому что я буквально за графиком следил прямо перед началом нашей встречи. Мы уже обновили максимум. То есть, все, золото летит дальше наверх, ничто не может его остановить. Любопытный момент. Вчера скользящие попытались пересечься, но в итоге максимум, на что хватило перед фидрезервом, это слиться воедино, и они опять разошлись. То есть, сигнала на продажу так и не поступило, хотя на MACD мы краткосрочно вываливались. И дальше в рост, в рост и в рост. В общем, что я вам могу сказать. Если вы в покупках и сопровождаете сделку, занимайтесь этим и дальше. Где остановится золото, нет абсолютно никаких идей и вариантов, во всяком случае у меня. Мои самые оптимистичные цели в районе 1312 были выполнены уже. И дальше, ну, я, знаете, то ли не заморачивался с тем, чтобы как-то более детально проанализировать, потому что по золоту вне рынка. То ли просто не нашел, к чему можно привязаться. Фактически, если глянуть, ну, не такую далекую историю, то мы сейчас, ну, это, понятно, не исторические максимумы, но в такой ценовой вакуум заходим. Золото давненько не было выше 1300. И в результате вот каждый новый уровень, где нас остановят, можно только гадать, где ближайшие заявки на продажу могут сработать. Поэтому пока не остановится, если вы покупаете, покупайте и переносите стоп в безубыток, каждый раз пододвигая его все выше и выше. Рано или поздно вас, конечно, выбьет. Ну, и там может уже какая-то глобальная коррекция на весь этот рост может начаться. Потому что понятно, что чисто по технике, но это не может длиться бесконечно. То есть где-то мы скорректируемся. Пока мы так сбрасываем пар небольшими порциями, но где-то будет и посерьезней. И посмотрим, доберемся ли мы до этого. Серебро. Та же самая история, только ползем мы вверх более вяло. И все это по-прежнему происходит в рамках восходящего канала. И по-прежнему хотел нарисовать канал в терминале. Забыл немножко. Вот. И по-прежнему этот канал настолько узенький, что торговать здесь просто нет никакого резона. И самое интересное, что каждый день, как мы с вами встречаемся, это уже действительно просто заговор какой-то. Я специально буду обозначать. Так, вчера мы с вами общались плюс-минус вот здесь. Позавчера плюс-минус вот здесь. Ну, тогда еще канала не было, бесполезно отмечать. Но видите, какой интересный? Просто рыночный заговор серебра против трейдеров Utrade TV. Всякий раз, когда мы видимся, мы в середине диапазона. И вот что хочешь, то с этим и делай. Невозможно сейчас принять какое-то решение. Ну, самое логичное, если опять же ожидать продолжения роста, ждать всякого отката к нижней границе и покупать. Ну, либо же, если вы в покупках, просто сопровождать и переносить стоп по нижней границе. Всякий раз, как мы ее цепляем. И пока смерть не разлучит нас, как говорится. Пока, соответственно, этот стоп не будет выйдет. Если сопровождаете, торгуете, все отлично. Продолжайте покупать. Я полностью за. Если вы вне рынка, сейчас присоединяться поздно. В любой момент, любой вариант пробоя может стать, ну, не то чтобы разворотным, но таким серьезным коррекционным. Едем дальше. С серебром разобрались. Теперь у нас Dow. Что касается Dow. Ну, понятно, что обновили high. Это все ясно. Понятно, что не отработали канал, как обычно. Тоже ничего нового. И понятно, что графический анализ в гости тоже снова не заходил. Поэтому, друзья, на текущем этапе под Dow, как всегда, вне рынка. Скользящие в покупках, и мы сидим тоже. Больше, в принципе, добавить нечего. Евро... О, господи, Евросток. S&P идет в ту же самую степь. Обратите внимание, что здесь просто разброд и шатание. Мы вчера, конечно, пробили вот этот якобы новый треугольник и даже его отработали. Ну, не факт, что многие по нему торговали, потому что, знаете, треугольник за треугольником, ложный пробой, стоп-лосс. Пробой, ну, здесь в итоге каким-то чудом все-таки ширина была отработана. Если кто-то и покупал, я могу только за вас порадоваться, но мне кажется, что вероятность такого исхода достаточно мала. Думаю, что большинство все равно сидит вне рынка по американской фонде. И я даже, если честно, знаете, я вот так задумываться начинаю, вот чего мы ждем на американских индексах. И вот у меня нет ответа на этот вопрос. Что здесь все опять начнет заново отрабатываться, так оно уже энное количество месяцев не работает, как должно. Ну, в общем, короче, мы чего-то ждем. То есть надо будет помозговать над этим и подумать, чего мы ждем вообще от американского фондового рынка, каких логичных и техничных действий. И потом, наверное, в связи с этим принимать какие-то решения или не принимать их. По MACD вроде как покупки, по скользящим в принципе тоже. ХАИ обновляем, фигур новых нет, треугольник отработали. Такая сухая справка. Евросток. Ну, не достигли мы нижней границы. Причем ни этого канала, ни вот этого. То есть вообще никак. И опять растем наверх, обновляем максимумы. Я, друзья, тоже снимаю всякую ответственность, умываю руки, что называется. Я не вижу здесь нормальных и вменяемых сигналов. Да, мы продолжаем расти, но у нас не появляется возможности присоединиться к этому росту по правилам, стоп-лоссы поставить по правилам. Короче, ладно, пока я не начал жаловаться на жизнь горькую и унылую в плане индекса Евросток, давайте просто оставим его тоже в покое. Он, знаете, начинает походить на своих американских собратьев, которые тоже теханализу явно не подвержены. Ну, вот, в ту же степь. Да, мы максимум обновили, но толку с этого. Во-первых, непонятно, какой у нас канал. Во-вторых, непонятно, как к этому движению вообще можно примкнуть. Ну, хотя бы плюс-минус. Вот, если, кстати, у кого-то мысли какие-то по индексам есть, не стесняйтесь, пишите в чате, я с радостью почитаю. Это, может, я опять же чего-то не вижу, знаете, за 12 лет глаз тоже мог замылиться. Может, я тоже чего-то не вижу и не понимаю. Поэтому, если идея есть, напишите. Буду рад почитать. Никей среди всего этого бедлама стоит особняком. У нас боковик. Ну, по факту боковик. Никто никуда не двигается. Если у вас появится идея распродажи, в принципе, это возможно. Учитывая то, что график доллар-иены, скорее всего, продолжит снижение, иена будет укрепляться, здесь есть все шансы заработать. Я не стал пока что отмечать стопы профиты. Это просто как мысль рабочая. Подумайте, нарисуйте все это в терминале. И если надумаете, то 20950 – это стоп-лосс. И приблизительно 20500 – это тейк-профит. Соотношение будет практически 2 к 1. Ну, профит к стопу. И можно будет поработать. Если, опять же, вам такой канал нравится. Если нет, то пока что не торгую. Я напоминаю, что в последнее время как раз-таки Nikkei больше подвержен флету. Треугольники не спешат отрабатываться. Все идет в разных направлениях. А потом у нас появляются вот такие боковики. Я график не стал сплющивать. Кому интересно, можете назад отмотать у себя в терминале или просто масштаб уменьшить. И увидите, что плюс-минус так оно и происходит. То есть флетовая составляющая, она преобладает после вот того снижения. И по факту, ну, как такового отскока серьезного мы не получили. То есть большей частью мы стоим в диапазонах. По MACD, кстати, в покупке, как ни странно, по скользящим смотреть не на что. По каналу продажа. Поэтому, как вы понимаете, я никакую потенциальную прибыль не указывал. И никаких стопов с профитами не размечал. Потому что все неоднозначно. И этот сигнал, ну, лишь для тех, кто действительно всерьез воспримет текущую ситуацию. Нефть. Можно ли назвать произошедшее пробоем канала? Ну, бог его знает, с учетом того, что 75% ширины мы уже отработали. И потом внезапно начали корректироваться. Да, друзья, когда там решение Федрезерва было, мы уже падали. Дальше нефть немножко пошвыряло. Ну, понятно, что она в меньшей степени чувствительна к таким заявлениям. Но все равно мы чуть подешевели. И в результате вот сейчас хай обновить не смогли. Опять рисуем скругление. Это все может закончиться очень печально. Например, коррекция к верхней границе канала. В результате цель так и не будет отработана. Я нарисовал уже постфактум 63.15. Мы вчера ничего подобного не ставили. А то и не подумайте, что я там приписываю какие-то сделки, которых не было себе. Нет, ни в коем случае. Вчера, когда мы общались, мы договорились посмотреть, что будет происходить вообще. Мы выходим из канала или нас опять пытаются обмануть вот этими ложными пробоями. Но нет, в итоге пробои оказались настоящими. Но сегодня у нас другая проблема. У нас цель грозит не отработаться, и мы можем скорректироваться. В целом, если вы в покупках, что со всем этим безобразием делать? Ну, стоп-лосс по-прежнему должен стоять под средней линией, если вы купили. Цель 63.15. Если вы вне рынка, ну, ни в коем случае сейчас не входить. Это дружеский совет, опять же. Я не настаиваю, но куда здесь торговать? Может, кто-то, конечно, там краткосрочно пяти минутки какие-то откаты и поймает, но в рамках там более-менее... Ну, это не средний срок, краткосрок тоже, но на получасовках все-таки, когда сделка хотя бы пару дней длится. Ну, может быть. Вот. Мы достигнем 63.15, но пока что так не выглядит. Поэтому, друзья, с нефтью поосторожнее. Вот тот самый умерший газ натуральный. Ну, что это такое? Ну, как это назвать? Вот. Это ровная линия. Ну, можно, конечно, диапазон здесь нарисовать, но, знаете, с учетом толщины маркера, который рисуют в PowerPoint, здесь пустого места почти не останется. Как вы понимаете, пространство для маневра – ноль. Торговать здесь бессмысленно. Скользящий из прилиси МСД очень сильно прижался к нулю, что его почти не видно. Вот такая вот штуковина. Что делать? Ждать запасов сегодняшних. Но ни в коем случае, я считаю, не торговать до их публикации. Смысла в этом нет никакого. Причина, опять же, крайне проста. Если вы совершаете какие-то сделки там до публикации данных по запасам, ну, это чистая угадайка. Потому что вы, ну, может, и угадаете, конечно, там, вероятность, в принципе. 50 на 50 они выйдут либо лучше, либо хуже прогноза. Вот. Вряд ли выйдут один в один. Такое бывает редко. Поэтому, да, погадать, конечно, можно. Но готовы ли вы к таким жертвам, если у вас в рынке находятся деньги. Поэтому я считаю, что перед публикацией дергаться не надо. Данные опубликуют. Посмотрим, насколько сильная, во-первых, будет волатильность. И посмотрим, в какую сторону мы пойдем. Решение за вами, но я считаю, что тоже надо сидеть вне рынка. Переходим, друзья, к самому приятному – к криптовалютам. Я вам скажу следующее. Не подумайте, что я кого-то там хочу обидеть или так далее. Вот, нет, ни в коем разе, но это действительно моя личная точка зрения. Вчера на двух криптовалютах, ну, даже на трех, можно так сказать. Ну, для того, чтобы не заработать, надо было быть или очень ленивым человеком, или просто не быть возле экрана монитора. Биткоин вообще ни при чем. Забудем его, как страшный сон. Он ползает себе по-прежнему в очень узких диапазонах. Кажется, что началось восходящее движение, но реально от отметки 3.400 мы отдалились на 50 долларов. Поэтому забудьте вообще пока что. Временное биткоин, он никуда не идет. То есть, может быть, это и выглядит как движение, но это пока что не движение. То есть, здесь вся вот эта история, она укладывается в диапазон 3.360, 3.448. Даже 68. То есть, это сколько? 80 долларов получается. Ну, да. Вот это все укладывается в 80 долларов. При стоимости в 3.500, 80 долларов это у нас сколько? Я плохо считаю с утра. 2%, по-моему, да? Что-то плохо, ничего себе. Неожиданно. Телеграм оказался включен. Сейчас, друзья, дайте я выключу, а то меня будут беспокоить. И дальше все хотят немножко знаний. Да. Так, возвращаемся. Говорю, что все с утра всегда хотят немножко моего мнения о рынке и спрашивают, что я там буду делать и как жить дальше. Вот, поэтому, чтобы не беспокоили, выключим. Едем дальше. Итак, что касается биткоина, я свою точку зрения озвучил. 80 долларов при стоимости в 3.500, ну сколько это? 2% получается. То есть, все вот эти колебания укладываются в 2% стоимости. Короче, это смешно просто. То есть, это там в пределах погрешности, что называется. Даже некоторые валюты вчера прошли больше, чем биткоин. Поэтому просто в топку. Пока что ждем, смотрим, пока что-то вменяемое появится. Но, друзья, что касается биткоин кэша, это раз. Я даже взял на себя смелость и немножко наглости и написал здесь, что получили take profit. Мы так подробно обсудили этот треугольник. Я настолько рассказал, что надо действовать, когда будет пробой границы канала. Ну, кто подзабыл, пересмотрите вчерашнюю запись. Что я считаю, что здесь не заработать было просто грех. Пробой, в принципе, произошел. Причем там было так любопытно. Первый пробой произошел до рывка. То есть, мы пробились и откатились назад. И после этого уже рванули и цель отработали. Поэтому, в принципе, на биткоин кэше заработать можно было. Здесь есть маленькая погрешность того, что вовремя не присутствовали перед экраном монитора. Тогда не случилось. Но это так, опять же. Погрешность уже на человеческий фактор. Что касается графики, здесь все просто на 100%. Причем в течение, раз, два, три, четыре, ну, где-то двух с половиной часов мы выбили цель. До стопа даже в страшном сне бы не достали. То есть, по биткоин кэшу просто шикарно вчера было. За исключением вот этого момента, что пробой, потом откат. И надо было принимать решение, но только по факту, если видеть это вживу. Что сейчас? Ничего. Фигуру отработали, пытаемся скорректироваться, ничего не делаем. Если не входили и не заработали, поздно. То есть, все, забудьте. Сейчас торговать смысла никакого нет. По MACD есть даже попытка сформировать дивергенцию, то есть, можно ожидать отката. Это пункт номер один, где, в принципе, все просто, ну, вот как я и написал. Да. То есть, считаю, что в обязательном порядке профит вчера должен был быть. Пункт номер два, где у нас сделка должна быть открыта до сих пор. Здесь вообще любопытно было. Прямо перед вот этим рывком мы пробили и закрылись выше треугольника. То есть, просто сигнал был получен и дальше мы полетели наверх. Здесь, друзья, у нас наблюдается следующая цель. Это приблизительно 110, 110,20. Где-то вот так. И мы отработали ровно половину. Поэтому сейчас по эфиру, ну, я считаю, что с вероятностью 99,9 вы должны быть в рынке. Стоп-лосс должен стоять под нижней границей треугольника. И мы ждем с вами 110, 110,20 в этом диапазоне. То есть, такая же история, как и с биткоин кэшем. Мы подробно вчера обсудили этот треугольник. Я сказал, что у меня нет точной уверенности, в какую сторону будем пробивать. Поэтому действуем по факту. Какую границу пробиваем, в том направлении и становимся. Ну и, друзья, что называется гвоздь программы? А, стоп. Скользящий в покупках, треугольник в покупках. По MACD есть легенькая дивергенция. Ну, посмотрим. Хватит целенок скорректироваться. Или это все, что нас ждет после такой дивергенции. Тренда нет. Обращаю ваше внимание, что дивергенция висит в воздухе. То есть, мы только начали расти, и сразу дивергенция. А это слабый сигнал. И, друзья, пункт номер три. Который просто, ну, я не знаю даже. Давненько такого не было. Ripple опять показал, кто в доме хозяин. Эфир потеснил он достаточно давно. Со второй позиции в рейтинге CoinMarketCap. Ну, и вот вчера дал жару, что называется. 10% роста буквально там в течение полудня. Но самое любопытное не в этом. Самое любопытное, что мы с вами также обсуждали треугольник. И говорили о нем примерно то же самое. А еще прикольный тот факт, что час. То есть, две получасовых свечи после пробоя мы стояли выше верхней границы треугольника. Поэтому, опять же, не взять такую сделку в работу, это было бы просто кощунство. По той простой причине, что рынок всячески намекал, что мы должны быть там. В результате от Ripple я, конечно, такой прыти не ожидал. Но удалось заработать даже больше, чем, соответственно, цель по каналу, поскольку не имею привычек ставить тейк-профиты. На вот этом откате меня не хватило, и я закрылся. А вот, ну, дальше, как видите, мы пошли еще выше. И сегодня тоже хаи обновляем. Я просто уверен, что да, ну, хотя бы вот с этой целью. Хотя бы с шириной треугольника в точку пробоя вы поживились на Ripple. Потому что, если это не так, то это очень обидно. Вот. И Профит здесь тоже взял на себя наглость написать, что мы его получили. Вот. Хотя формально вчера мы сделку не открывали, но очень подробно прошлись по треугольникам и обсудили, что с ними делать. Поэтому, друзья, лично я криптовалютами доволен. Надеюсь, ваш вчерашний день был не хуже. И вы тоже порадовались всему происходящему. Ну, а теперь давайте поговорим о, я не знаю, как их назвать, аутсайдерах. О нашем хвосте вот криптовалютного мира. Ну, во-первых, лайткоин. Как вы видите, канал оказался сильней. Никакого пробоя, откатили. И, судя по всему, идем к верхней границе. Покупать, конечно, поздно. Смысла в этом никакого нет. Поэтому сейчас будем сидеть вне рынка и просто наблюдать за происходящим. 33.30 ориентир, куда можем прийти. Если кто-то из вас в покупках, ну, даже не знаю, как в таких условиях вы приняли такое решение. Даже вчера, когда треугольники сформировались, но еще не было пробоя, и более того, даже когда вчера происходили пробои треугольников, но на лайткоине все равно было бог знает что. Поэтому, если кто и купил, ну, даже не знаю, чем вы руководствовались, чтобы, кроме этого канала, конечно, вот, чтобы принять такое решение. Dash, друзья, здесь все по-прежнему плохо. Если на лайте можно сказать, что мы четенько протестили нижнюю границу и пошли наверх, хотя и с очень серьезным скрипом, с огромной нервотрепкой в течение двух дней, но пошли, то на Dash, как это назвать? У меня нет слов, что называется. Даже по-прежнему нельзя сказать, отбой это от границы канала или все-таки еще попытка пробоя. То есть, еще вчера мы были ниже, потом обновили максимум локальный и опять топчемся на месте. Поэтому, друзья, ответа на вопрос, пробиваем мы канал или отбиваемся от его границы, по-прежнему нет. Ну, в теории мы, конечно, выше стоим, можно сказать, что все, мы уже закрепились. Но я вам напомню, что позавчера было то же самое. Мы тоже стояли выше границы. И что? Это нам помешало минимум обновить, в случае чего выбить стоп-лосс? Поэтому, друзья, с Dash осторожно в рынок не лезем и не трогаем, пока вот эта ситуация как-то не разрулится. То есть, как видите, все остальное более-менее начало подрастать, а здесь движение прежнему рвано и с очень серьезными откатами. Поэтому, ну, такое, то есть, как бы будьте осторожнее и лучше не торгуйте. Ну и, друзья, Monero, как обычно, на закуску. То же самое. То есть, да, в принципе, в теории мы отбиваемся от границы канала, но, опять же, что это такое? В азиатскую сессию, ну, условно, нету там никаких азиатских сессий по криптовалютам, но ночью мы обновляли локальный меню. То есть, даже до 41.90 падали. А потом, когда все начало подрастать, в тот же день вечером мы уже обновляли 44. И при этом опять вернулись в канал. То есть, швыряет просто из стороны в сторону. Сказать, отбой или пробой по-прежнему нереально. И я точно так же Monero не рекомендую каким-то активным действиям, как и Dash. Такие дела. Вы, конечно, можете со мной не согласиться. Это ваше право. Ну, а мое право считать, что эти две криптовалюты сейчас просто бесполезны. И есть, ну, какая-то призрачная теория, что на лайте можно было поработать и что-то там, какую-то копеечку получить. Но Dash и Monero просто в топ. Ладно, с криптой разобрались. Здесь, в принципе, большей частью эмоции позитивные. Я вчерашним днем доволен. Ну, а что касается инструментов по вашим заявкам, они прямо сейчас. Давайте посмотрим, что там произошло и насколько там вообще интересно. Начинаем с австралийца. Ну, я думаю, неудивительно, да. То есть, как бы, с учетом того, что движение было против доллара, оно было против доллара везде. Сегодня максимумы обновляем, и все это стремится выше и выше. Вот. В результате что у нас получилось? Ну, фигур толком не было. Мы сидели вне рынка, поэтому, скорее всего, не получилось ничего. Если у кого-то покупки открывались, сопровождайте. Я считаю, что пока из рынка выходить не надо. Неважно, где вы купили. Ну, я имею в виду любой момент до заседания Федерального резерва. Где бы у вас не были покупки, сопровождайте стопами. Можно даже сюда перенести. Достаточно безопасно, без убыток. И подождите, что из этого выйдет. А вдруг это только начало большого пути для доллара вниз, а для всего остального вверх. Поэтому тут возможны варианты. Вот туда, прямо к надписи «Австралийский доллар». А вот подумайте над этим. Если покупки были открыты, я считаю, что позицию надо сопроводить. Ну, если вы, конечно, там уже не закрыли прибыль. Вот. Сейчас покупать не надо. То есть, если вы вне рынка, не-не-не. На хаях покупать – это дело последнее. А вот сопроводить сделочку – это вполне себе дело хорошее. По МСД, кстати, в покупке дивергенции здесь толком нет и быть не может. По скользящим тоже покупке. Новозеландец. Та же самая история. Максимы обновили. В азиатскую сессию тоже, видите, как расторговались. А что же, хай обновили, но долго не задержались. Рекомендация та же, что и с австралийцем. Мы с вами официально были вне рынка. То есть, у нас позиций не было. Наблюдали за всем этим безобразием со стороны. Последнее, о чем говорили, помните, когда обновили максимум, в понедельник общались. То есть, там вместе с золотом все двинуло в пятницу. И в результате цель по каналу отработали. С тех пор все глухо. То есть, мы в рынок так и не заходили. Просто наблюдали за происходящим. Вчера все сдвинулось, что называется, с мертвой точки. К чему я веду? Если у вас при любом раскладе были покупки до Федрезерва, сопровождайте сделку. Перетащите стоп-лосс хотя бы вот сюда, в безубыток, 68-80 где-то. И ждите, что будет дальше. Если у вас сделок не было, вы просто за этим наблюдали, новозеландец-австралиец, сейчас на хаях покупать не будем. Но вероятность того, что будем расти, тоже существует весьма существенная. То есть, это может быть тоже только начало большого пути. Далее. Канадский доллар. Ну, любопытен следующий факт. Если посмотреть на иену, евро и фунт, да и в принципе на австралиец и новозеландец, там везде у нас доллар укреплялся перед решением Федрезерва. Ну, по факту это так. То есть, можно взглянуть на эти графики и увидеть, что доллар рос перед принятием решения. Канадский доллар у нас стоит особняком. Что у нас американский доллар снижался до того, как ФРС начала разговаривать? Что начал снижаться после того, только ускорил темпы? Поэтому, друзья, канадский доллар вчера дал маху, что называется. Грубо говоря, с отметки 32.70 мы прилетели на 31.20. То есть, 150 пунктов за сутки. Это серьезное движение для канадца. И, как видите, мы очередную волну удешевления американского доллара на этой паре получили. Что сегодня делать? Если вы были вне рынка и никак на этом не заработали, ничего. А вот если у вас позиции были открыты так или иначе на продажу, то обязательно затянуть стоп в безубыток и посмотреть, не будет ли продолжения марлезонского балета. И, соответственно, не получим ли мы еще ветку укрепления канадского доллара против американского. Это вполне реалистичный вариант. Мы можем на вот этих минимумах и не остановиться. Поэтому, друзья, кто продает, сопровождайте. Не спешите крыться. Это никогда не поздно сделать. Особенно, если куда-то вот сюда поставить стоп в безубыток. Там на 31.55. И спокойненько себе ждать, что будет происходить. Поэтому с канадцем рекомендация такая. Официально мы с вами были вне рынка, сделок не открывали. Поэтому тут проще. Кто остался вне рынка, здесь результат по нулям. Кто канадец пробовал использовать, того результат, в принципе, уже хороший. Едем дальше. Евро-канадец. Ну, понятное дело, евро и канадец в разных направлениях. Особенно это стало заметно в момент Федрезерва. Направления полностью не совпали. Доллар-канадец вниз, евро-доллар вверх. И в результате, как видите, половину дня у нас рулил именно канадский доллар. Пока евро там топталось плюс-минус на месте. Ну, мы то вверх, то вниз шли. У канадца было конкретное четкое направление. А потом направления начали перекрывать друг друга. В результате кросс-курс вообще никакой динамики не показал. Сегодня посмотрим, что будет. Если направления опять совпадут. Ну, допустим, по евро-доллару начнется коррекция вниз. Чисто по технике небольшая. А доллар-канадец просто продолжит укрепляться. Ну, канадец продолжит укрепляться. И график тоже пойдет вниз. Евро-канадец может получить дополнительный импульс. Если этого не произойдет, то, скорее всего, нас ждет какая-нибудь вот такая болтанка. Ну, я условно рисую. Понятно, что не точно так по уровням. Просто плюс-минус. То есть, если направления по-прежнему продолжат перекрывать друг друга, я опять ожидаю, что мы забьемся в нечто похожее на флэк. Такие вот дела. По MACD смотреть не на что. Прилипли к нулю. Ну, можно сказать, пытаемся выйти в покупку. По скользящим, в принципе, продажи. Но, обращаю ваше внимание, мы возвращаемся в канал. Поэтому, если брать этот диапазон, то, по факту, сигналов скользящие нам не дают. Мексиканский PESA. Все было хорошо. И даже уже на горизонте маячило 19,26,50. Но пришел ужасный ФРС и все испортил. Но, друзья, это логично. Следовало ожидать такого движения. Даже мексиканский PESA, вот, собственно говоря, у нас укрепляется на фоне таких вот заявлений, которые звучат. Но, правда, мы быстренько все это откатили. И сегодня топчемся опять возле средней линии. Я напоминаю, что, скорее всего, далеко не у всех открыты покупки. Поэтому тут как бы жалеть не о чем. Если кто из вас в рынке, у вас выбора нет. Вам надо ждать. То есть, стоп-лосс под нижней границей канала, цель верхняя граница. То есть, если пользуетесь этим каналом, выбор невелик. Да, новости внесли свои коррективы, но глобально это ни на что не повлияло. По технике цели и стопы остались теми же. Поэтому, кто в рынке ждем, стиснув зубы, кто вне рынка, понятно, что не торгуем от середины диапазона. Особенно учитывая вот такое вот развлечение, которое подкинул Федрезерв. Далее, турецкая лира. Ну что, еще один треугольничек записываем в копилку. Тех, которые работают в двух направлениях. Не отработали вверх, пробили вниз. Отработали так и вниз. 5.23.40 выполнили. Ну, опять же, вчера все происходило, вы знаете, когда. Я устал уже произносить ФРС и Федрезерв. То есть, других событий важных вчера не было. Все основные и ключевые моменты произошли именно тогда. И продолжаем, продолжаем. Турецкая лира продолжает укрепляться. Двигаемся вниз. Не знаю, продаете вы или нет, но если продаете, та же рекомендация. Сопровождайте сделку. У нас сделок не было официально. Мы просто наблюдали и смотрели, отработаем 5.23.40 или нет. Справедливости ради, отрабатывали мы не вчистую. То есть, мы пробили верхнюю границу, как вы помните, у нас была цель 5.42.40 и стоп-лосс, который мы получили. Когда мы пробили нижнюю границу, мы решили в рынок не входить. Просто посмотреть, понаблюдать, что будет дальше. С первой попытки не отработали, а потом дорастали даже до вот этих максимумов. И только оттуда пошли второй веткой. То есть, как бы сказать, что вчистую отработался треугольник в противоположном направлении, нет. Поскольку у нас была вот эта вот история, которая, ну, немножко на чистоте эксперимента сказывается. Поэтому тут, с учетом того, что это теоретические выкладки, а не практические, можно это занести в погрешность. Но если бы на практике мы работали, то не факт еще, что заработали бы на снижение. Потому что стоп должен был бы стоять за вот этим хаем. Есть шанс, что его бы выбило. Такие дела. Доллар-рубль. Понятно, что тоже отреагировали мы на открытие с большим позитивом. А вот на все произошедшее с гэпом открылись. Продолжаем укрепляться. Друзья, 65 на горизонте, что называется. Маячит. Но у нас сделок не было. Если кто из вас продавал самостоятельно, мое почтение. А вот продолжайте заниматься этим же. Хотя учитывайте, что шанс перекрытия гэпа всегда есть. А оттуда может и движение продолжиться. Это ни для кого, я думаю, не тайно, что такие вещи бывают часто. Поэтому тут будьте более внимательны. Но если у кого-то из вас были продажи, открытие просто шикарное. Можно даже временно так пофиксить прибыль, посмотреть, что будет, не случится ли отката, а потом еще раз продажи рассмотреть. Но это опять же, это гипотеза. На практике я считаю, что если, грубо говоря, тут повезло, потому что большей частью мы стояли в диапазоне, никто никуда не продвигался, и тут раз ФРС делает такой приятный сюрприз. Поэтому если вы в продажах были, признаемся, что определенная доля везения тут тоже присутствует. Я бы перекрыл сделку. То есть закрылся бы, порадовался бы профиту и пока бы не входил. Ну, решение, конечно, за вами. И, друзья, индекс доллара. Что и следовало ожидать? Евро вверх, индекс доллара вниз. ФРС позволил нам все-таки продавить вот эти уровни. И дальше это уже было вопросом, что называется, времени. Как видите, пробой вот этой линии поддержки, он сказался самым пагубным образом на индексе доллара. И с тех пор полет продолжается. Я не исключаю варианта, что мы обновим вот этот лоу. Это вполне вероятно, с учетом масштаба происходящего и масштаба бедствия. Но, опять же, если вы до этого не в продажах, вам от этого обновления лоу ни холодно, ни горячо. А если вы продаете, продавайте дальше. То есть здесь, как видите, тоже мы всячески пытались обмануть всех, кто верил в рост. Ну, перед решением ФРС и пресс-конференцией росли, 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 росли потихонечку, так очень осторожно. А потом так резко, на всем, кто купили. А и в результате вот такая вот история. Поддержку вчерашнюю, которую рисовали, пробили очень серьезную. И пока что даже не тестили с обратной стороны. МСД скользящее все в продажах, а вот фигур здесь новых не появилось. Такие дела. Ну и, друзья, израильский шекель. Израильский шекель – это явный показатель того, что вам меня не надо слушать. Да, я серьезно. Я не стал здесь писать никаких профитов. Хотел написать что-нибудь креативное в духе. Если бы вы не слушали Владислава, вы бы получили хорошую прибыль. Но я подумал, что я вам и словами это скажу. Ведь это чистая правда. Если бы вы меня не слушали, вы бы неплохо здесь заработали. Мало того, что канал оказался правдивым. Я напомню, что мы этот канал, я его рисовал минимум дня два. Я просто не помню, рисовал ли я его в понедельник. Но то, что во вторник и среду мы его рисовали, это однозначно. Меня смущали вот эти тени. Я всячески отнекивался, говорил, что Баба-Яга против. Это не согласуется нормально с графическим анализом. Поэтому я этот канал использовать не буду. А так, в целом, третье касание верхней границы. За сутки отработка цели. И более того, друзья, на открытии мы догнали все, что было на Федрезерве. Что называется. Хвостом, но тем не менее, ширину канала в точку пробоя. Поэтому израильский шейкер открывал, конечно, сказочные перспективы перед тем, кто этот канал взял бы в работу. Но я вас всячески отговорил. Поэтому, если у вас есть приготовленные камни, яйца, помидоры, вы можете всем бросить в меня что под рукой. И помните, что меня тоже слушать надо не всегда. Я тоже могу ошибаться. И вот яркий пример того, где очень хороший профит ускользнул не только от меня, но и от вас. А был, в принципе, вполне реален. Единственное, что надо было не брать в расчет все-таки эти хвосты. И сказать, да, ладно, там фундаментальный фактор примешался. Бог с ним. Будем все-таки действовать по технике. Вот такие дела. Ладно. На этой не очень позитивной ноте я напомню, что все это только прогноз, не рекомендация купли или продажи финансовых активов, а доходность в прошлом, как всегда, не гарантирует доходности в будущем. Конечно, можно найти себе массу утешений, сказать, что тоже всех денег не заработаешь. Что же делать? Но это не очень правильный подход. Надо всегда стремиться к большему и к лучшему и из своих ошибок делать правильные выводы, что рекомендую тоже всем. Напоминаю, что на сайте ruarumcapital.eu вы можете зарегистрироваться. Открытие счета занимает 5 минут. Открываете, пополняете, торгуйте, зарабатываете. Все детали, все подробности, регламент торговли, все на сайте найдете. Там ничего сложного. Ну и не забывайте про чемпионат мира, о котором нам всегда постоянно рассказывают. Я замечаю, что всегда после моего выступления эта информация звучит в эфире. Это тоже приятно. И вы можете тоже примкнуть к числу участников. В завершении нашей встречи я с вами не прощаюсь. Мы встречаемся завтра. Это пятница. Еще раз напоминаю, первая пятница месяца. Non-farm payrolls, как обычно, по штатам самая важная новость нас ждет. И это, друзья, последний зимний месяц начинается, что тоже весьма приятно. Поэтому всем до встречи. Удачно сегодня поторговать, если вы будете торговать. И увидимся завтра. Если у вас есть вопросы, либо же мнение по фондовым индексам, которые мне было бы очень интересно прочитать, я отправляюсь в чат. Если вопросов нет, ну, в принципе, тогда будем ставить точку. Да, хорошо. Спасибо большое, Владислав. Я раскрою секрет, почему всегда после вашего выступления идет разговор о чемпионате мира по трейдингу, потому что он по расписанию стоит сразу после вашего выступления на каждый день. Я понял. Я видел в этом какой-то сакральный смысл. Да, да. Так что, к сожалению, мистика, она иногда очень легко объясняется, друзья. Конечно, мы сейчас сразу продолжим после выступления Владислава на тему чемпионата мира. Там бурное обсуждение идет про евро, куда кого заманивают и так далее. И что можно построить на Луне, да, я вижу. Да, это более важная тема, чем куда идет евро. Естественно. Ну, кстати говоря, что я хочу отметить в этой связи, то, что 6 доллара в четвертый час пытается отрасти, показывает нам, что все-таки не все проиграно. Поэтому, если кто-то готовится прям к глубокому обвалу немедленно, я бы не стал так торопиться. Я думаю, стоит понаблюдать. Это я к комментариям в чате, которые звучали. То есть, еще не все потеряно, да? Да, да. Причем даже сегодня, на мой взгляд, так что наблюдаем. Если бы хотели затолкать дальше, уже бы затолкали. Уже евро подошла, уже бы они бы воспользовались эфиром Владислава Воробьева и затолкали. Кстати, как они любят делать. Я напоминаю, да. Это очень важно. Раз даже в такое отвлеченное время, когда весь мир занят одним, они тем не менее не смогли индекс доллара обрушить, ну, значит, не так все просто. Ужасные люди просто. Спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор. У меня вопрос. Вы сейчас уходите со сделками, с какими-то приступаете к работе или еще с утра не было сделок никаких? Нет, утра еще не было. Вчера по крипте треугольнички завершились радостно. Я порадовался. Несмотря на то, что там Федрезерв должен был быть, я как бы не считаю торговлю криптой. Торговлю по фундаментальным факторам в США. То есть, как бы я мухи отдельно, котлеты отдельно. Вот, поэтому без зазрения о совести вчера перед этими новостями занялся криптой, когда увидел сигналы. А так, в принципе, по классическим инструментам я чист. Я против. Сейчас посмотрим, может, что-то и найдется. Но, как бы, я думаю, что все-таки вчера Федрезерв, сегодня будет такой день на раскачку. Может, даже какие-то нервные движения будут. А завтра же нас еще бомбит, собственно говоря, пейролами. Поэтому тут такое, не знаю, полезу или нет. Может, если какой-то нормальный сигнал найду. Ну, но пока что, вот, ну, вы сами видели по прогнозу, то есть, опасен. Не вижу, пока не вижу. Посмотрим. Я думаю, что сразу после эфира вы займетесь валютной парой доллар-шекель. Потому что видно, видно, что он, так сказать, вас поразил самое сердце. А что? Это уже, знаете, после драки кулаками не машут. Что им заниматься? Поезд ушел. Причем он один раз ушел от верхней границы канала, а потом второй раз ушел еще и от нижней. Все, как бы, ну, сейчас пытаться влазить, это такая плохая затея, особенно учитывая размер этого хвоста. Я останусь смотреть. Поэтому такое. Да. По шекелю был действительно хороший шанс. Очень обидно. И я действительно считаю, друзья, что вот это яркий пример, почему меня слушать не надо. Хорошо. Спасибо большое, Владислав, вам за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Да, Игорь, большое спасибо вам, как всегда, за возможность поделиться своей точкой зрения. Я, друзья, от всей души желаю вам профитного дня сегодня. Не знаю, правда, что будет. Мы вот зажаты в таких двух важных фундаментальных новостях. Сегодня, может, день отдыха будет. Но, тем не менее. Всем удачи. Увидимся завтра, 1 февраля. С нетерпением жду нашей встречи. Спасибо. Взаимно вам. Удачи. Спасибо. 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 Спасибо.